Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из первого послания святого апостола Павла Коринфяна. Глава 15, стихи с 29 по 38, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и креститься для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? «Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в этом похвалою вашего, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесии, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. Сегодня перед нами 15 глава, и сегодня перед нами все та же тема, которую утверждает, которую раскрывает апостол Павел в своем послании. Это тема воскресения из мертвых. Это очень важно. Это наиважнейшая тема в жизни христианства и в жизни каждого христианина. Именно это является отправной точкой нашей веры. Это является отправной точкой христианской догматики и нашего богослужения. Ведь центр и суть христианского богослужения упирается именно в факт воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых. Да, для нас, для верующих людей, это факт сложившийся. И он, конечно, не тот факт, который мы можем вычленить из нашей повседневной жизни. Но это внутренняя твердая убежденность, твердая вера и надежда. И для нас это как факт. Христос воскрес из мертвых. И из этого события происходит все остальное, вся суть церкви. Наше крещение, наша молитва, все наши таинства и, самое главное, наша сатириология, учение о спасении, проистекают именно из того, что Господь Иисус Христос умер на кресте и на третий день воскрес. Но для нас спустя 2000 лет это уже само собой разумеющееся. Мы с вами знаем и любим пасхальное богослужение. Прекрасно знаем тропари, прекрасно знаем богослужебные тексты данного богослужения. Событие, вот это таинство, великое таинство воскресения Христова обросло необходимым слоем культурных интерпретаций, которые мы видим в символических описаниях богослужебных книг. Ибо как передать это великое таинство? Только через символ. И вот перед нами сложное, стройное богослужение, которое указывает на одно, на воскресение Иисуса Христа из мертвых. Но во времена апостола Павла не было этого всего, кроме веры, кроме зрительного контакта с свидетелями этого события, апостолами и мученики. Мученики были свидетелями этой веры. Вот таких два столпа для христиан первого века. Но не все приняли эту весть, благую весть о воскресении Христовом. И мы видим, что многие, в частности в Коринфе, не хотели исповедовать в том виде, который предлагает христианство, вот это событие, этот догмат веры, что Христос воскрес. Христос не хотел эллинский разум принять то, что наши тела воскресают. И, конечно, у них было свое представление о воскресении, навеянное античной философией, навеянное какими-то языческими представлениями о том, что тело есть темница души, о том, что воскресение, по факту, это обратное возвращение свободной души в клетку тела. И они пытались как-то излишне мифологизировать и излишне наполнить факт воскресения Иисуса Христа из мертвых символами. Что, дескать, это некий символ, как в античной мифологии, но не более того. Но для христиан Христос воскрес телесно, явно. Это не было миражом, это не было, скажем так, каким-то символом, который появился в головах у апостолов. Нет, мы веруем в реальность воскресения Иисуса Христа. И апостол Павел говорит о том, что если Христос не воскрес, то вся наша церковная практика, вся наша церковная жизнь, она неуместна, она не нужна. Ибо все то, что мы делаем во имя Божие, оно опирается именно на факт воскресения. И апостол Павел говорит по рассуждению человеческому, если в сторону отмести апостольскую проповедь и апостольский авторитет, вот просто как простой обыватель, если рассуждать. Какая мне польза, если мертвые не воскресают? То есть здесь он спускается до уровня постового потребителя. К сожалению, часто очень и сегодня можно увидеть такой простой потребительский подход. Что Бог сделал для меня, чтобы я в него веровал? Это ужасно. Но, к сожалению, современные реалии диктуют массам образ мышления. И у многих, к сожалению, он меняется вот именно в такую пошлую потребительскую сторону. Что Бог сделал, чтобы я в него веровал? Вот лично для меня. И вот апостол Павел говорит тоже, а какая мне суть, какая мне польза? Тоже спускается вот до этого площадного, как бы, для мыслей площади, скажем так. Как мыслили очень простые люди. И вот он говорит, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Нет смысла бороться с грехами, нет смысла, скажем так, преодолевать себя, и так далее, и так далее, и так далее. Все то, чему учит церковь, и чему учили еще мудрые стойки, философы, так называемые христиане до Христа, вот это все не нужно. Тело нужно умертвить, тело умрет, душа воспарит, все, нет смысла воскресения. Но апостол Павел дальше говорит, не обманывайтесь, худые сообщества разращают нравы. Худые сообщества разращают саму душу, ибо душа здесь неразрывно связана с телом. И наше поведение влияет и на душу. Сердце чистое. Оно оскверняется посредством тех дел, которые вершит тело. Поэтому апостол Павел говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Еще ранее апостол Павел говорит о том, что в Эфессии он боролся с некими зверями. Я каждый день умираю, пишет апостол Павел. свидетельствует в том похвалою вашего братья, который я имею во Христе и Иисусе Господе нашим. Я боролся со зверями в Эфессии, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Действительно, по человеческому рассуждению, а зачем было ему бороться с этими зверями, подвергать свою жизнь опасности, если мертвые не воскресают? Лучше, как он пишет дальше, станем есть, пить, ибо завтра умрем. Лучше проводить время в праздности, если нет воскресения из мертвых. Но худые сообщества развращают нравы. Действительно, если мы тело погружаем в этот разврат, в это страстное общество, в грех, то это необходимым образом влияет и на нашу душу. Таким образом, апостол Павел говорит, отрезвитесь, как должно, и не грешите. Далее он рассуждает о теле воскресения. И коринфяне, очевидно, понимали воскресение не так, как его понимает христианство. Они понимали воскресение как простое биологическое восстановление органики тела. Но воскресение это перерождение, это воскресение того же тела, но в обновленном состоянии, в преображенном. Недавно был праздник преображения, и поэтому тело Христова тогда на горе преобразилось и показало эту божественную славу, которой сподобятся все воскресшие, которые прикоснутся все воскресшие, которые воскресут воскрешение живота, а не воскрешение суда. И апостол Павел говорит, что когда мы сеем зерно, мы сеем голое семечко, какое придется, пшеница там или какое другое, но оно не похоже на то, что потом вырастает из него, но одно из другого вытекает, и необходимым образом одно мы сеем, чтобы оно как бы умерло в земле, чтобы возросло другое, так мы умираем, чтобы возросло новое тело воскресения. Это не простое восстановление органики, это обновление, обновление по благодати Божией, которого мы мы здесь сподобляемся внутренне, и умирая, мы ждем воскресения, чтобы это уже было во всей полноте. Поэтому мы верим в благодатность мощей святых, преподобных, что они в себе хранят эту частичку благодати Божией, которую мы все сподобимся в, надеюсь, что все мы сподобимся в жизни будущего века, когда все воскреснем, как учит нас Святая Церковь. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры, помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес.